А этот храм устремится в небо в Нижнекамском районе. Решили построить 20-метровую церковь. Причем конструкцию обещают собрать без единого гвоздя. Именно так возводили их во времена на Древней Руси. Какие мастера возьмутся за возвышенное во всех смыслах дело в репортаже наших коллег. Болщиклы – селение с давней историей. По некоторым данным, деревней несколько сотен лет и всегда здесь была церковь. Лишь в последние 60 с лишним лет молиться сельчанам негде. Ее разрушили в середине прошлого века. Этот день Пелагея Никитина до сих пор помнит прекрасно. Узнав о том, что на прежнем месте построят новую церковь, очень обрадовалась. Ведь раньше приходилось ходить за несколько километров в соседние села. Мы очень довольны. Мы бабушки. Молодежь пусть тоже думает об этом. Приобщается? Ой, надо же это. Для молодежи уж мы долго не будем. Да, наверное. Когда строители начали возводить фундамент, они наткнулись на старое. Решили, что это знак и оставили его. Церковь по своей архитектуре будет уникальна. Как говорят строители, такой нет во всей России. Построят ее без единого гвоздя. Высотой будет до 20 метров. Во время службы храм сможет вместить до 250 человек. Строят церковь мастера из Кировской области. В настоящее время, видимо, вера у населения с каждым годом возрастает. Даже у молодежи. Поэтому сейчас устанавливаются храмы, церкви. Ну и, естественно, строятся вновь. Идею построить в Балчаклах церковь поддержали земляки, живущие в Москве. Наш земляк, Савель Андрей Геннадьевич, он сейчас живет в Москве. До разрушения церкви, это 30-е годы, его дед служил при нашем храме в Балчаклах. И его сослали в Сибирь. Он был зажичный крестьянин, портной. И он зарек своим детям, чтобы они помогли и подняли вот этот храм, где он служил. Он был очень верующий человек. Принять участие в строительстве храма Петра и Павла может каждый не только помочь рублем, но и силой. Мы завтра планируем уже, как раньше говорили, уме, собраться, помочь тем строителям, кто поднимает храм, хотя бы поднести бревна, помогать, чтобы народ в этом поучаствовал и вырежал свое участие в этом строительстве. Возвести храм планируют к середине июля, ко дню Петра и Павла, а вот купола, скорее всего, установят только на следующий год. Екатерина Белалов, Алсу Юматова, Максим Липин, Вести, Ататарстан, Нижнекамск.